Я принимаю не срок и скажу самокритично, только на уровне интерпретации исторических фактов, только на уровне эмоций, только на уровне воззваний к будущим поколениям Александру Македонскому номер два, это недостаточно. У нас есть ответственность перед самим собой. Десять нас здесь в зале, двадцать, сто, но каждый имеет ответственность сегодня за себя. И если нет у нас концепции, нет у нас, если такой мобилизационной программы и практики, если нет дорожной карты спустя сто лет, то это о чем-то говорит. То есть, вот я армянин и самокритично говорю, что и армяне допускали ошибки, и тогда, и сейчас тоже. Потому я хочу несколько слов сказать, буду читать, чтобы быстрее уложиться во времени, про практические вещи на опыте части некой армянской структуры. Итак, в этот день памяти жертв генназидопонтийских греков со стороны Турции, мы, армяне, рядом с братским греческим народом. И это не зависит от прошедших лет, у такого преступления перед человечеством нет срока давности. Хочу поделиться опытом движения, начатого в 1992 году по защите прав армянского народа и потомков Западной Армении. Однако это касается и греческого, и осилийского, и других коренных народов, пострадавших от геноцидной политики и преступлений геноцида Турции. Темой геноцида армян ранее занимались и занимаются разные армянские партии и структуры. Вопрос Айтата, мы так это называем, армянского вопроса, должен был быть в повестке дня власти Республики Армения. По разным причинам этого, к сожалению, не было в требуемом качестве. Однако, поэтому в результате начатого в 1992 году движения и на основе Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов от 13 сентября 2007 года сформировался институт, малоизвестный, к сожалению, и даже среди армян, национальной идентичности и гражданства армян Западной Армении, на основе которого абсолютно легитимно были сформированы правовые и политические основы Республики Западной Армении и ее государственные структуры. В соответствии со статьей 21-й всеобщей Декларации прав человека, начиная с 2013 года, Республика Западная Армения сформировала абсолютно легитимные органы государственной власти, национальное собрание, парламент, правительство, институт президентства. В ноябре 2013 года впервые во всем мире состоялись выборы депутатов парламента Западной Армении, проходившие путем прямого электронного голосования по интернету, которые проводились при всеобщем и равном избирательном праве, путем свободного и тайного голосования. Еще раз хочу подчеркнуть, что подготовка к этому шла годами, то есть порядка с 92-го года до 2013 года, сколько лет там, почти, много лет прошло перед тем, как вот эта мысленная, может быть, виртуально легкая процедура была осуществлена. Выборы прошли в 41-й стране. Были избраны 64 депутата парламента Западной Армении, а 1-го, 5-го сентября прошлого года состоялись вторые выборы парламента Западной Армении, второго созыва, в которых приняли участие 51 505 избирателей из 47 стран мира. И по единому списку были избрали 101 депутат, в том числе 5 депутатов от организации греков, осилийцев, езидов. Гражданином республики Западной Армении может стать потомок, живших на территории Западной Армении согласно с требованием восстановления, практического восстановления справедливости и попранных прав со стороны Дурции. Парламент избрал на новый срок комиссии президента правительства. В частности, Эдуардос Палатидис, председатель организации «Патринка грека» в Армении и Арцахе Нагорно-Карбатской республики, избран председателем комиссии парламента по вопросам ветеранов и инвалидов. Все государственные структуры Республики Западной Армении регулярно работают с отражением своей деятельности на нескольких веб-сайтах. Один главный веб-сайт, он на шести языках, и СМИ партнерских организаций и структуры. Налицо прогресс подготовки правовых документов, расширение контактов с госструктурами и организациями публичными деятельностями в разных странах. Разработан и опубликован на нескольких языках, показывая на русском единый пакет, политика правовых документов по защите прав Западной Армении и армян Западной Армении. Повторяю, говоря об армянах, имею в виду также и другие пострадавшие коренные народы. Стратегия Республики Западной Армении основана на комплексном подходе к теме. Важно помнить, что геноцид армян, как и греков и осирийцев, был при всех правительствах Турции. Османском, Младо-Турецком и Кемалийском. В документе Республики Западной Армении указано, что преступная и геноцидная политика продолжается и сегодня в разных формах. В том числе, формирование распространения пропаганды в турецких кругах панцеркизма, идеологии национальной нетерпимости, национального превосходства, чванства и расизма. Честно говоря, эпизодические исследования или мнения, или несистемная деятельность против машины, многовековой машины панцеркизма, ну это просто, не знаю, еще раз сто лет пройдет, и опять наши внуки-правнуки собираются в этом зале, опять будут говорить о культуре, обзывании к Александру Македонскому второму, третьему, к России и так далее. Мы должны воззвать к самим себе и объединяться практически, а не только лозунгами. То, что вот, несмотря на то, что армяне тоже разъединены, у нас очень много партий, разных течений, идеологий, но тем не менее, вот цифры, которые я назвал, это немало, 47 стран и 51,5 тысяч избирателей, и практически каждые 2-3 недели президент парламента собирается, и по интернету никто никуда не едет, общаются, принимают решения. Это очень большая аналогия с деятельностью обычного парламента, но у нас формы в интернет эпоху могут быть разные. Перечислю также формы геноцидной политики, которые указаны в нашем документе. Фальсификация исторических, культурных и иных цивилизационных ценностей армян и других народов региона, отрицание исторического факта геноцида армян и отказа от признания факта его совершения, отрицание геноцида. Предложение по созданию комиссии историков с нереальной надеждой в это время, и оттянут необходимое вынужденного возмещения за него. По поводу возмещения, я вам одну из книг принес, это пару лет назад, одна из конференций в Армении была, геноцид армян и проблема возмещения. Это на уровне Академии наук. Но там только это обсуждается. А то, что я говорю, о структуре, о которой я говорю, это некие практические шаги. Если посмотреть по динамике развития, действительно, это интересный феномен, о котором мало знают. Геноцид армян до сегодняшнего дня продолжается и будет продолжаться, пока это преступление не осуждено и возмещение ущерба не осуществлено, и пока армяне не создали правовые, национально-государственные, твердые, незаболенные основы для обеспечения реализации своего права на жизнь, развитие и прогресс. Отрицание геноцида государством преступникам есть продолжение геноцидной политики и угрозы новым геноцидам. И в наше время продолжается уничтожение памятников, архивных документов, причем не только в Турции, но и в разных странах, в том числе в нашем городе. У нас есть такая информация. Одна из книг, изданных в Армении три года назад по этой теме, на трех языках, я ее принес, она тяжелая, 3-килограммная веса, называется «Геноцид после геноцида». Кроме того, Республика Западной Армении рассматривает в комплексе геноцид армян со стороны Турции и со стороны Азербайджана как часть единого преступного процесса против армянского народа и человечества. Здесь я хочу привести пример, что именно такая объединительная мобилизационная деятельность привела к тому, что армянский народ смог восстановить суверенитет и независимость на части своей территории. Это случилось в Арцахе, на нашей земле армянской, спустя сотни лет. Но это только начало. Вопросу возмещения предшествует вопрос оценки ущерба, в том числе и нематериального наследия. К этому посвящены работы ученых, группы ученых во главе с депутатом парламента Западной Армении Мартиком Гаспаряном. Он живет в Москве, это ученые европейского уровня, постоянно выступают, печатают многие работы. Многие не знают об этом, что нематериальное наследие. Например, в Джульфе были уничтожены тысячи хачкаров, это крест камней. Как это оценить? Уничтожаются церкви, разные архитектурные памятники. Как оценить этот ущерб? Это не просто самодеятельность, это действительно есть. Он читает лекции в Европе по этой теме. Я бы предложил нашим коллегам с греческой стороны тоже познакомиться с этой информацией, может быть, как-то использовать для себя. Республика Западная Армения сделала несколько обращений в ООН, в том числе и от претворения в жизнь архитектурного решения 28-го президента США в Удруге. От демилитаризации Западной Армении и килики, вывода оккупационных вводств Республики Турции в заданных территориях. Каждый из этих документов, это где-то 20 страниц текста на нескольких языках и плод работы нескольких месяцев юристов, в том числе. Подытоживая актуализированный политико-правовой потенциал, Республика Западная Армения объявляет 2020 годом принять принятых решений относительно справедливого разрешения прав армянского народа и армянского вопроса. Говоря о Петербурге, надо отметить, что армянская автономность в Санкт-Петербурге уделяет большое внимание этой проблематике. В 2018 году совместно с Институтом истории и Академией наук Армении была организована международная конференция. Я сам участвовал в третьем глобальном форуме по предупреждению преступления геноцидов в декабре прошлого года в Ереване. Кстати говоря, 9 декабря именно по предложению МИДа Республики Армения был признан Организацией Объединенных Наций как День памяти жертв всех геноцидов, всех народов. И три форума, глобальных форума с участием, ну, там где-то 100-150 человек с разных стран приезжают, как правило, в Армении. Еще одно хотел сказать, мало кто знает, что у генерального секретаря Организации Объединенных Наций, буквально с недавнего времени, это 10-12 лет, есть два помощника по вопросам геноцидов. И отдельные главы, отдельные страницы на сайте ООН по вовлечению гражданства, общества, общины в эту проблематику. К сожалению, в России это вообще не рассматривается. Ну, ни в СМИ, ни в книгах, ничего такого нет. Эта тема близка тем, которые это может пережить. Ну, про это я могу попозже тоже сказать. В апреле сего года в культурном центре Вернатун, при армянской апостольской церкви Петербурга, прошла быстрая работа художников по теме. В мае вот сейчас идет другая. С большим сожалению, следует отметить частое замалчивание и некорректную интерпретацию в России, в СМИ, со стороны чиновников, в учебниках и так далее, темы геноцидов коренных народов в Турции в угоду текущей конъюнктуры. Налицо влияние пропонтикистских агентов в Петербурге и в России. Небольшой пример. С одной стороны, власти запрещают флаг Республики Овца в шествии Бессмертного полка. Республики, давшей несколько маршалов и десятки генералов Великой Отечественной войны. А с другой стороны, нет никакой реакции на дерзкий пронос флага террористической организации Турции «Серые волки» в этой акции на днях в Москве. 9 мая. Это было видео есть в интернете. Другой пример. Пять лет назад в комиссии по законодательству ЗАГС собрались в Санкт-Петербурге. Единогласно проголосовал за законопроект о памятном дне 24 апреля, как дня памяти жертв геноцида армян в Турции. Заявление единогласное. Я присутствовал в видеозаписе. Это было в 2014 году. Заявление Госдумы еще в 1995 году было отмечено, что этот день является памятным днем в России. Но это так и осталось на бумаге все 24 года. Тем не менее, под влиянием турецких лоббистов, законопроект о ЗАГС собрании дали входы, оброшло нарушение всех процедурных форм, молча перечеркнули и отложили. Прошло пять лет этому постыдному действию в нашем городе, в культурной столице России. Депутат Госдумы Милонов в 2015 году назвал это «влиянием темных сил». Видео из этого его высказывания. Гражданское общество должно объединять свои силы для недопущения чиновничьего беспредела такого рода. Память жертв преступления Турции не только против армян, греков, осилийцев, но и против человечества, сакральной и выше любой конъюнктуры. Ее не печи чекнуть. Она в нашем ДНК, как и сакральная память героев-победителей фашистной Великой Отечественной войны. Каждый из нас должен быть воином света против темных сил, указанных депутатом Милоновым. Это не только долг перед нашими предками, но и долг перед будущими поколениями, которым угрожают рецидивы в случае нашей гражданской инфантильности, разобщенности и так далее. Мы рассматриваем геноцид армян в Турции как часть геноциды коренных народов этой земли. Не только Республика Армения, но и Республика Арцар. Официально признала и осудила геноцид греков Понта, учиненный османской Турцией в 16-23 годах. Армянский народ с благодарностью относится к позициям Греции и Кипра, в частности, за закон, принятый парламентом Греции в сентябре 2014 года о криминализации и отрицании геноцидов греков и армян. Ранее аналогичный закон приняли Швейцария и Словакия, его нет в России. В России только заявление Госдумы, которое остается, к сожалению, формальным. Здесь нет ни памятников, ни в учебниках. Это очень больной вопрос. Греческие товарищи и коллеги могут стоять за себя, как относятся здесь, но это, по-моему, недопустимая вещь. И от нас зависит. Если мы будем молчать или только собираться по 20 человек раз в 100 лет, это ни к чему не приведет. Многое зависит от простых граждан, организаций, народной дипломатии, общин в разных странах. Призываю к сотрудничеству в этом важнейшем вопросе обоих наших братских народов. Государственные структуры Республики Западной Армении растут и крепкнутся каждым днем и открыты к сотрудничеству. Только в объединении наших усилий – залог успеха. Прошел целый век разрозненных, недостаточно системных и слабоэффективных инициатив. Новый этап борьбы за наши права, за восстановление справедливости и за полноценное именно возвещение со стороны Курции требует большой ответственности и консолидации. Это зависит от каждого из нас в городе. Победа будет за нами. Спасибо.